Очень страшно наблюдать за тем, как огромные и надежные сооружения в считанные секунды превращаются в груду обломков. Взять, к примеру, мосты. Они могут служить столетиями, а могут разрушиться спустя всего несколько месяцев после открытия. На ваших экранах Токомский мост, открытый для движения в 1940 году. В этом же году он и обвалился, но это не единственный случай. О других вы узнаете в этом выпуске про самые страшные и внезапные обрушения мостов, снятые на камеру. Токомский мост Этот висячий мост в Вашингтоне построили в 1940 году, однако долго конструкция не простояла. Меньше чем через полгода случилась настоящая катастрофа. Со стороны выглядит так, будто мост словно игрушечный, и его кто-то дергает из стороны в сторону. Особенно эпично и в то же время пугающе смотрятся кадры, на которых на мосту в момент крушения стояла лишь одна машина. И да, скажу сразу, водитель спасся. Он успел убежать. Тем не менее, задержись он хотя бы на минутку. Шансов на спасение у него было бы немного. Только взгляните на это раскачивание. Угол ну просто не укладывающийся в голове. Да еще и ветер по 20 метров в секунду. Через час после начала раскачки конструкция моста ослабила настолько, что начали рваться вертикальные тросы подвеса, и все полотно обрушилось вниз. Конечно, любое разрушение моста это очень плохо, ведь требует очень много времени и сил на восстановление, а также осложняет движение. Но лучше так, без жертв, нежели в другой раз с переполненным мостом. Инженеры использовали съемку, которую вы сейчас наблюдаете в научных целях, и учли все ошибки прошлого, построив через несколько лет на этом же месте новый мост. Арочный мост Предыдущее видео хоть и было жутким из-за факта обрушения моста, но жертв не было. И все смотрелось как-то положительно, ведь люди скорее извлекли пользу из того инцидента. Но то, что происходит на этом видео, просто лишает дара речи. Самый обычный арочный мост, который находился в Тайване, неожиданно рухнул прямо средь белого дня. Лично я особенно сильно переживал за тот автобус, который ехал по нему в момент крушения. Я думал, что он в стиле экшн-фильма успеет в последний момент выбраться и спастись. Но, увы, жизнь не так сладка, как в кинокартинах, поэтому автобус пошел на дно вместе с обломками. Длина моста составляла 140 метров, а его высота над морем 18,5 метров. Это видео засняли очевидцы в штате Техас. Из-за аномальной жары эта постройка загорелась, ее было трудно тушить пожарным, поэтому им ничего не оставалось, кроме как стоять и смирно наблюдать за происходящим в ожидании, пока природа и естественные законы сделают свое дело. Так и произошло. Через пару минут ожидания мост словно домино начал рушиться, и в результате не оставил от себя и следа. Осталось лишь много дыма и огня, виднеющегося где-то вдали. На самом деле, эта ситуация не такая безразличная, какой может показаться. Если люди не пытались потушить и спасти его хоть как-то до самого конца, это не означает, что на мост всем наплевать. Как раз таки наоборот, просто его было уже не спасти. В то же время мост проходил через реку Колорадо, и в тот момент его в обязательном порядке планировали перестроить. Если во всех предыдущих моментах люди совершенно не понимали, что происходит, и были бессильны, то на этом видео о разрушении моста было известно заранее. Видно, как прямо рядом с постройкой собралось много людей из правоохранительных органов, которые остерегают людей от входа на этот мост. Оно и хорошо, ведь если взглянуть вниз, можно заметить сильнейшее течение, которое явно постепенно разрушает конструкцию моста. Предпосылки не врут, и уже через секунды мост начинает рушиться. Сперва в воду падает дальняя от человека за камерой часть, а потом начинает ломаться и ближняя. Только вот это в кадр не попадает, так как съемка заканчивается. Происходящее на видео случилось в Пакистане. Все дело в том, что эта страна, а также соседняя Индия, страдают от сильной жары, которая привела к снижению качества воздуха, а также лесным пожаром. Жара также вызвала быстрое таяние ледника Шишпер на севере Пакистана, что привело к разрушительному наводнению ниже по течению. За 20 дней объем воды в ледниковом озере Шишпер увеличился на 40%. Именно эти бушующие воды и привели к столь сильному течению, которое в буквальном смысле сметало все на своем пути. Даже мосты. Понте-Маранди Так назывался мост в Индии, который рухнул в августе 2018-го. Автомобильный мост нормально функционировал, вплоть до рокового момента. По нему спокойно ехали машины, даже в момент катастрофы, и никто ничего не подозревал. Тем не менее, случилось, что случилось. За считанные секунды конструкция разрушилась, словно игрушечная, и унесла за собой все находящиеся на ней транспортные средства, которых было немало. Хотя сказать, что конструкция сломалась, будет неверно. На видео это плохо видно, но обрушился лишь один из пролетов моста. Оставшуюся часть специально взорвали позже. 3 августа 2020-го на месте моста Амаранди был открыт новый мост Святого Георгия, длина которого составила более километра. Ничего не предвещает беды. Светлый ясный день, длинный мост, который четко и уверенно стоит на земле. Нет никаких предпосылок к катастрофе или к чему-то нехорошему. Нет ни ветра, ни наводнения, ничего либо еще. Тем не менее, люди все равно решили взорвать конструкцию. Каждая опора была взорвана, что, конечно же, привело к неминуемому крушению и разрушению. Сразу хочется отметить, что мост был взорван лишь из-за того, что он просто отслужил свой срок жизни. И совестливые работники решили его снести, чтобы можно было построить новый, который прослужит еще дольше. У былого сооружения была длина в полкилометра, а высота составляла 70 метров. Учитывая, что мост был построен более 50 лет назад, конструкция действительно поразительная. Чтобы сломать такого здоровяка, инженерам потребовалось 120 килограммов взрывчатки. Обрушение было организовано таким образом, чтобы обломки легли на специально подготовленное место и не повредили расположенный рядом новый мост, который был открыт в декабре 2021-го. Посмотреть на взрыв с безопасного расстояния собралась толпа народа. Все подрывные работы были проведены с хирургической точностью, согласно утвержденному проекту. Вертикальные элементы сложились подобно закрывающейся книге, а пролетные конструкции легли практически параллельно земле. Обрушение мостов – это захватывающее дух зрелища. Тем не менее, люди снимали на камеру и другие эпичные случаи с крушениями, обрушениями и взрывами, предлагая перейти к ним. Смотрите дальше, чтобы увидеть жуткое разрушение огромного торгового центра в Сеуле, незапланированное падение здания и снос гигантских охладительных башен. Трагедия в Сеуле Все произошло 29 июня 1995 года. На видео можно разглядеть, когда-то примерный торговый центр, который пользовался огромным спросом и был олицетворением благосостояния Сеула. Тем не менее, по непонятной на тот момент причине, здание в один миг начало рушиться. Люди снаружи, те, что были на машинах, еле успели избежать падения валунов прямо на их транспорт. Однако, если эти люди имели шанс на выживание и смогли им воспользоваться, то те, кто были внутри, нет. Когда дым от падения слегка развеялся, людям уже стало понятно, что только что произошло. На самом деле, эту трагедию можно было бы предотвратить, если бы работники торгового центра были более внимательными и чуткими. Как показало расследование, задолго до обрушения в магазине были перестановки. В итоге, книжный магазин оказался в холле и из-за огромного веса вызвал появление первых трещин. Это быстро заметили, но вот рост трещин остановить уже никто не мог. Также, по словам работников, установленные в торговом центре кондиционеры вызывали вибрацию, которая лишь усугубляла ситуацию и делала трещины еще более заметными и крупными. Тем не менее, когда кондиционеры были отключены, было уже слишком поздно, они успели внести свою лепту в общее дело. За несколько часов до обрушения работники магазина собрали совещание, на котором предлагали провести эвакуацию посетителей. Лин Хён Дже, супервизор, говорил о необходимости эвакуации людей и срочном ремонте. Инженерам Ли Хак Су было высказано мнение, что кризис можно преодолеть текущим ремонтом без остановки работы торгового центра. Руководство склонилось к этой версии. Затем началось обсуждение необходимых мер. Через час после этого Лим уехал в свой офис за чертежами. Технические специалисты закрыли второй этаж спортивного центра и проход по нему, согласно плану ремонта центрального холла. Через пару часов случилось то, что вы видели только что сами. Здание за считанные секунды сравнялось с землей. Это дело не осталось бесследным, и всех руководителей и членов управляющей команды власти посадили в тюрьму, в том числе инженера, который убедил руководство не эвакуировать людей. Эта ситуация также оставила след и следующего характера. Люди негодовали, что столь древние здания все еще существуют, и протесты заставили власти проверить все подобные здания на пригодность. Пласко. Так называлось 17-этажное здание в столице Ирана, которое в 60-х годах считалось самым высоким зданием в этой стране. Тем не менее, даже такие по тем меркам гиганты могут обрушиться. И это случилось в 2017-м из-за пожара. Причиной обрушения стал пожар, который возник на девятом этаже. Прошло более трех часов, а огонь пожарным так и не поддался. За столь длительный период горения опоры здания успели деформироваться, и торговый центр рухнул на глазах. Все, что вы видите сейчас на тот момент, демонстрировалось местными телеканалами в прямом эфире. О точных потерях и причинах этой катастрофы неизвестно до сих пор. В июле 2018-го в США на глазах у очевидцев рухнуло 13-этажное здание. На кадрах видно, как постройка совершенно внезапно рушится, и люди будто бы не были к этому готовы, хоть здание и не смотрится живым. Все дело в том, что постройку уже готовили к сносу. Всех людей с ее территории отвели в безопасные места, оградили участок, но не успели инженеры довести процесс до конца, как многоэтажка рухнула по собственной воле. Она не захотела поддаваться динамитам людей. Видео смотрится впечатляюще, конкретно из-за дыма, который возник на фоне обрушения. Такое чувство, будто прямо на людей с камерой идет некая песчаная волна, как в фильмах ужасов. Это пробирает до мурашек. Brighton Point А на этих кадрах четко видно, как взрывается уже никакой ни дом, ни отель, ни торговый центр и даже ни мост. Под сносом оказались полноценные два охладителя тепловой электростанции высотой более 150 метров каждый. Две огромные конструкции превратились в гору щебня буквально за считанные секунды. Тепловая электростанция, для которой они были нужны, была закрыта из-за чрезмерных затрат на существование, низких цен на электроэнергию, протестов экологов, а также из-за необходимости поддерживать старое оборудование. Если даже со стороны этот взрыв кажется таким большим, то представьте, каким оно казалось вблизи. Ну а в комменты напишите, какое обрушение показалось вам самым пугающим. А также, если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.